А омские каратисты подводят итоги сезона. Всесильнейшие спортсмены региона состязались в восьмом турнире памяти победителей и призеров всероссийских соревнований Павла Тегнеева. Талантливый спортсмен трагически погиб в возрасте 17 лет. Его сбил мчавшийся на высокой скорости автомобиль. Разнообразная техника и потрясающая сила духа. В стиле Павла Тегнеева стремились действовать даже самые юные спортсмены, ребята 7-9 лет. В этом нет ничего удивительного. Павел был лидером своего поколения. Большинство его сверстников выбрало тренерскую стезю. Все лучшее сегодня передается подрастающему поколению. Если посмотреть на нынешнее поколение, им стало гораздо проще, им стало гораздо лучше. Больше база, больше тренеров сейчас работают, больше количества народа, соответственно, выше конкуренции между ребятами. Это, конечно, помогает им существенно расти по сравнению с тем, как это было раньше. Первое золото турнира выиграл Роман Иволгин. Юный спортсмен невысок ростом, никогда не зацикливался на этом моменте. У него есть свои преимущества. Высокая скорость, быстрота мысли, целеустремленность. То, что сближает его с Павлом Тегнеевым. В свои 9 лет Роман стремился действовать по взрослым критериям. Уверенно выиграл спор в своей номинации. Я хорошо настроился, я знал, что могу победить. Я заработал балл за счет скорости и хороших ударов. Я много тренировался, поэтому смог выиграть. На тактике и воле выиграл победитель в самой сильной номинации турнира Данил Шабуров. Спортсмен великолепно перемещался по площадке, здорово атаковал с ухода в сторону и с ударов передней ногой. Получил одну из специальных наград соревнований. Я очень хотел выиграть в этих соревнованиях, потому что память о хорошем бойце. Я стремился к медалям и выиграл эти соревнования. Ценные призы выиграли начинающие спортсмены. В этом году их выделили в отдельную номинацию. Ребята воспользовались этим шансом. В споре с равными у спортсменов появилось вдохновение, возможность раскрыться, победить. Тренеры взяли на заметку перспективных новичков. Уровень выше, а возраст меньше. Это очень приятно смотреть. Скорость другая и техническая подготовка другая. Это здорово, что молодые тренера, конечно, они и поколение выращивают более молодое. И скоростные тенденции увеличены технически. Следующий турнир у омских каратистов буквально через несколько дней, 20 декабря. Наши спортсмены выступят на крупном всероссийском турнире в Томске. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна Сим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова